МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 12 июля. В студии работает Андрей Тенет. Аккуратко о главных событиях. Страшная авария на трассе Караганда-Шахтинск унесла жизни двух человек. Еще двое госпитализированы в больницу. Поздно вечером автомашина Volkswagen Golf столкнулась с КамАЗом. Проблемы трудоустройства молодежи обсудили в Акимате Карагандинской области. По итогам первого квартала уровень безработицы среди молодых людей составил чуть более 5%. Звучание народных инструментов 18 стран мира услышат участники международного фестиваля. В Улытау стартовал первый международный музыкальный фестиваль «Жаскейк». И теперь подробнее об этих и других событиях. 11 июля поздно вечером на автодороге Караганда-Шахтинск произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее две жизни. Еще два человека госпитализированы с различными травмами. Как сообщает областной департамент внутренних дел, 21-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, двигаясь в направлении Караганды, совершил столкновение с автомашиной КамАЗ. В результате ДТП водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. Его 17-летний пассажир скончался в больнице Шахтинска. Двое пассажиров 21 года и 17 лет госпитализированы с различными травмами. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. Рабочие без объяснения причин снимают асфальт, положенный месяц назад. Такую картину наблюдали недоуменные жители улицы Жамбыла в Караганде. Наша съемочная группа выехала на место и обнаружила много интересного. Оказалось, все до банального просто. Месяц назад асфальт на тротуаре был положен с нарушением технологии. Когда укладывали асфальт на тротуаре, попали под дождь, ливень прошелся. И наблюдали, что у нас получилось. Качество получилось не ахти, поэтому мы решили вместе с технодорами, что разберем и положим новый. Около 200 квадратных метров асфальтного покрытия подрядчик заменит за собственный счет. Стоит отметить, что в нынешнем году в Караганде активно идет ремонт внутриквартальных дорог. Городские власти намерены привести в порядок те улицы, на которых дорожное покрытие не ремонтировалось уже несколько лет. Помимо улицы Жамбыла, асфальт меняют на улицах Пичугина, Складской, Бытовой и других. Всего обновят более 45 километров дорог. Проблемы трудоустройства молодежи обсудили в Акимате Карагандинской области. По итогам первого квартала уровень безработицы среди молодых людей составил чуть более 5%. Максимальный уровень молодежной безработицы зафиксирован в Темиртау, Каражале и Улытаусском районе. Минимальный уровень молодежной безработицы отмечается в Каркаралинском, Актугайском и Абайском районах. С начала года в регионе проводится активная работа. Реализуются проекты «Жасл-Ель» с дипломом в село «Молодежная практика» СЕРПЭН-2050. Также в области действуют молодежные мобильные информационные группы, которые созданы во всех районах. Активная работа ведется в точках скопления самозанятой молодежи на рынках и других торговых объектах. Заместитель Акимобласти Жандос Абишев отметил, что только за одну неделю актуализирован статус более 4000 жителей Карагандинской области. Те регионы, которые в прошлом месяце были в числе отстающихся, на сегодняшний день активизировали работу. На прошлой неделе в отстающих находился один регион, это город Каражал. Он также сегодня достаточно хорошо уже отработал. В числе отстающих сегодня находится город Караганда. С начала года в данном регионе оттуризировано 16 600 человек или 21%. В программу продуктивной занятости вовлечены более 6000 человек. Осталось еще около пяти непродуктивно самозанятых, независимых безработных. В этом направлении работа продолжается и вопрос стоит на контроле. Всего по области программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства охвачено 7 380 молодых людей. Из них трудоустроено 6532 человека. На краткосрочное профессиональное обучение направлены 677 человек, на молодежную практику 260 человек. Андрейтан Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. И к другим новостям. Японский Кото, мексиканский Куатро, шотландская Волынка и казахская Дамбра. Звучание народных инструментов 18 стран мира услышат участники музыкального фестиваля. В Улытау, где веками кочевники поднимали своих ханов на Белой Кашме, стартовал первый международный фестиваль «Жескейк». В первый день фестиваля иностранные гости собрались на пресс-конференции в Жесказгане и поделились первыми впечатлениями от приезда в Казахстан, а также рассказали о том, чего ждут от участия в этом фестивале. Мы хорошо знакомы с группами и музыкой этих стран, поэтому очень рады участию в данном фестивале. Мы уверены, что получим ценный опыт. Организаторы отмечают уникальность данного музыкального фестиваля, ведь возможность познакомиться с творчеством зарубежных коллективов казахстанцам выпадает нечасто. Выбор групп очень-очень хороший. И страны такие, что я не думаю, что каждый год перуанцы выступали в Казахстане или японцы. И они вот все вместе, чтобы выступали в одной палитре. Я думаю, это будет очень красиво. Будет очень хороший концерт мирового класса. Ожидается, что музыкальный фестиваль станет значительным событием не только для культурной жизни региона, но и внесет вклад в привлечение туристов. Чиновники уверены, что благодаря проведению столь масштабного культурного мероприятия к Сакральному Улутау и всему Жасказганскому региону возрастет интерес иностранных гостей. На форуме по развитию туризма заместитель Акима области Алмаз Айдаров отметил, что в первую очередь необходимо повысить популярность Улутау среди казахстанцев. Первый день мы начинаем именно с туристического форума, потому что, наверное, главная цель этого фестиваля – привлечение туристов в Улутау, потому что, наверное, мы знаем, что даже в Казахстане не все знают Улутау, достаточно его сакральности. И вот сегодня мы собрали 60 туроператоров со всех регионов страны. Есть туроператоры, которые представляют иностранные компании, то есть конкретно им показать маршрут. У них трехдневная программа, сегодня мы проводим форум, и вот оставшиеся двое суток они будут посещать все сакральные места Улутау, знакомиться, строить свои маршруты для того, чтобы в последующем их продавать. Место проведения фестиваля было выбрано не случайно. В истории нашего народа Улутау всегда считался эпицентром кочевой цивилизации. Это край легенд иноскальных рисунков. Именно здесь, в самом центре Казахстана, в течение нескольких дней народ будут радовать ансамбли из стран дальнего и ближнего зарубежья. Перед началом фестиваля глава региона Ерлан Кушанов посетил этно-аул, который соорудили специально для встречи гостей. На территории этно-аула установили юрты, игровые площадки и сцену. Здесь же Акимобласти встретился с туроператорами, для которых был организован инфотур. Внутренний туризм надо развивать. Для наших людей нужно развивать. Потом уже иностранцы, французы, другие, они придут. Наши подводы, 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 подводы. Конечно. Посол Франции в Казахстане Филипп Мартино считает, что у нашей страны есть большой потенциал в туризме. Он подчеркнул, что неизведанные сакральные места, которых в Казахстане множество, представляет для французского народа особый интерес. Для нас, для французов, очень интересные места, которые другие не знают, о которых не слышали. То есть, я думаю, что у Казахстана есть большой потенциал в этой области. В потенциал нашей страны верят и сами казахстанцы. Они считают, что для развития туризма нужно сплотить усилия. Теперь, что касается потенциала, потенциал огромный. Единственное, что нам нужно делать, это объединить усилия тур-сообщества, местного сообщества, региональных властей над тем, чтобы делать тур-продукты. Чтобы мы могли, приезжая сюда, получить не только визуальный эффект, но и то, чтобы нормально разместиться. Не нужны пятизвездочные отели. Хотя бы была, чтобы юрта, чтобы была национальная наша кухня, чтобы можно было искупаться в озере, чтобы можно было половить рыбу. Напомним, первый международный фестиваль «Жес Кьек» был организован в рамках программы «Рухани Жангру». Он продлится вплоть до 14 июля. За это время зрители услышат произведения классической музыки, увидят галоконцерт с участием фольклорных коллективов и шествие участников по главным улицам города. Всего на проведение фестиваля из бюджета было выделено 217 миллионов тенге. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Медицинское страхование. Ответы на самые частые вопросы. На базе региональной палаты предпринимателя «Томикен» состоялся семинар для бизнесменов. Представители фонда обязательного медицинского страхования разъяснили все тонкости новой реформы. В Казахстане практическая работа по внедрению системы обязательного медицинского страхования началась с 1 июля прошлого года. Был создан фонд социального медицинского страхования в форме акционерного общества, единственным учредителем которого является правительство Республики Казахстан. Работодатели уже начали делать отчисления за своих сотрудников. Однако в этом вопросе разбираются далеко не все. По этой причине представители фонда совместно с палатой предпринимателя «Томикен» решили провести семинар, чтобы ответить на самые распространенные вопросы. Чаще всего у предпринимателей такие вопросы, что кто за что, когда должен платить, какие отчисления, за каких работников они должны перечислять. Вот эти вопросы их, конечно, волнуют больше всего. Не менее часто людей интересуют, смогут ли они снять свои накопления, если им не понадобилась медицинская помощь. Ответ однозначный. Система не является накопительной. То есть те средства, которые будут отчисляться в фонд обязательного медицинского страхования, но человеку не понадобится за этот период медицинская помощь, они, конечно, будут направлены на помощь для других граждан, которые в тот момент нуждаются в медицинской помощи. Средства фонда планируют потратить на улучшение материально-технической базы больниц и покупку нового оборудования для лечебных учреждений. Все дорогостоящие операции, включая пересадку органов и кардиохирургию, будут осуществляться за счет средств фонда. Стоит заметить, что страховка распространяется на процедуры и хирургические вмешательства исключительно на территории Казахстана. Решение ввести систему обязательного медицинского страхования в стране связано с ее эффективностью, доказанной на примере ведущих стран мира. Товжа Анлянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Раскрашивание как способ расслабления жительница Караганды превратила свое увлечение в серьезное хобби. Наша съемочная группа побывала в гостях у молодой мамы начинающей художницы, чтобы познакомиться с ее работами. В ежедневной суматохе каждому из нас хочется найти хобби, которое сумеет избавить от стресса и усталости. Екатерина Жунузбаева свой ключик к расслаблению нашла два года назад. 28-летняя Карагандинка снимает напряжение с помощью раскрасок. Сегодня она обрела популярность в узком кругу благодаря своим работам. С легкой руки Екатерины раскраски оживают и превращаются в прекрасные картины. Начало увлечению девушки положила ее мама. Моя мама подарила мне раскраску на 8 марта, а я ей взамен тоже подарила такую же раскраску. Ну, другую, но тоже раскраску антистресс. И мы вместе так начали увлекаться этим. Сначала раскрашивали очень просто, как дети. Брали карандаши, по настроению закрашивали картинки. А потом постепенно мы начали изучать какие-то, как сделать светотень, как сделать такой тот или иной эффект, как раскрасить золото, как раскрасить огонь. И вот так постепенно влились в сообщество таких же увлеченных раскрашивателей. Девушка по специальности программист. Они с супругом воспитывают сына. Из-за работы и семейных забот Екатерина не может посвятить себя всецело своему хобби. Но все же время на раскрашивание всегда находит. Сегодня молодая карагандинка вдохновляет других, снимая информативные видео на своем YouTube-канале, где делится полезными советами. В прошлом видео уроке я показывала неоновое свечение одной маркой карандашей, а в этом видео я попробую другую марку. Здесь, как видите, я уже начала выполнять неоновое свечение. Раскраски антистресс давно стали бестселлерами книжного рынка. Многие ошибочно полагают, что данное занятие интересно только для детей. Екатерина с подобным мнением не согласна. Девушка отмечает, что антистресс раскраски помогает сбежать от хаотичного мира, даря радость и спокойствие. Сейчас полки книжных магазинов изобилуют раскрасками для взрослых. Среди множества авторов Екатерина нашла тех, чьи работы ей по душе. У меня есть два любимых автора раскрасок. Первый – филиппинский художник Керби Розанес. У него уже около четырех книг выпущено, может, даже больше. Он рисует в необычном стиле. Каждый какой-то объект, например, у него была аниморфия, где есть животное, например, тигр, он дальше превращается в такую росыпь дудлов, таких маленьких персонажиков, человечков нарисованных. Очень необычные раскраски. И второй автор, который мне очень нравится, это Шань Зань, китайский художник, по-моему. Но он, кажется, американец. У него очень необычные сюжеты в стиле Сальвадора Дали, наверное. Благодаря раскраскам Екатерина начала заниматься рисованием. У нее уже есть интересные работы, в числе которых автопортрет и календарь фруктов. Девушка по-прежнему влюблена в свое хобби, а потому намерена и дальше радовать своих близких своими работами. Желающие окунуться в мир раскрасок могут посетить YouTube-канал Екатерины, где девушка делится своим опытом. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новости на Первом Карагандинском. И вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин